В Москве прошел второй корпоративный венчурный саммит, который организовал Клуб директоров по науке и инновациям при поддержке компании РВК. Его участники – топ-менеджеры российских и зарубежных компаний и корпораций, профессиональные управляющие венчурными инвестициями, представители институтов развития, венчурные инвесторы, эксперты рынка и представители органов государственной власти. Они говорили о пока новой для России модели открытых инноваций, о возможности перехода к ней и тех преимуществах, которые получают компании при создании сети экономических партнерств. В первую очередь нужно говорить о том, что компаниям придется ломать собственные сложившиеся годами стереотипы внутреннего управления и пересматривать свое видение рынка. Первое, с чем сталкиваются компании, это наличие в компании специалистов, которые могли бы управлять сетью партнерств, которые возникают в рамках открытых инноваций. Теми стартапами, с которыми компании пытаются работать, вузами, университетами, посредниками, которые помогают искать разработки. Это, на самом деле, целая отдельная квалификация, которая у нас в России только-только формируется. Следующий круг вопросов, которые возникают у тех компаний, которые начинают развивать все открытые инновации, это, собственно, понимание рынка за пределами компании. Компании, корпорации, которая долгое время была закрытой, требуется достаточно много времени для того, чтобы разобраться в том, как этот рынок выглядит, как выглядит сеть партнеров, с какими партнерами, на каких условиях нужно выстраивать отношения, и как вот эту вот всю сеть партнеров выстраивать так, чтобы прийти к тому результату, который нужен бизнесу. Термин «открытые инновации» сейчас весьма популярен в бизнес-среде, и немало компаний планируют перейти к этой модели. Вопрос, каким должен стать первый шаг. Нужно осознать всю ответственность того, что компания расширяет круг партнеров. Кроме того, нужно принять для себя решение, насколько компания способна открыться и выстроить внутренние процессы так, чтобы эффективно общаться с теми, кто работает за пределами компании. И третий ответ – это умение выстраивать отношения со стартапами. Об этом говорил начальник департамента инноваций и стратегического развития госкорпорации «Ростех» Александр Коширин. У нас, например, сейчас в рамках Объединенной двигателестроительной корпорации сформирован запрос на инновации. То есть на макроуровне сформирован, какие бы проекты они готовы рассматривать от из внешнего инновационного сообщества. То есть это уже шаг к открытым инновациям. У нас сейчас проходит конкурс, первый открытый конкурс гражданских инновационных проектов предприятий обороны промышленности. Этот конкурс – это как раз единое окно входа для инновационных, для инноваций в корпорацию. И у нас сейчас отобрано 40 номинантов, которых мы пытаемся найти им партнера из нашей корпорации для того, чтобы развивать дальше этот инновационный проект. Причем проекты на разном уровне, на уровне опытного образца и на уровне уже продукта. И на самом деле уже 4 проекта, вот этих номинантов уже профинансированы нашим же венчурным фондом, который – это еще один пилотный проект, который идет в рамках корпорации. Так что для стартапов у меня хорошие новости. Значит, идите, приходите к нам, мы будем с вами вместе работать и с вашей продукцией, и, так сказать, с бизнесом, и с вашими компетенциями. Институт анализа данных Deloitte представил на саммите исследование, которое провел вместе с английскими коллегами. Оно было посвящено эффективности вложений в инновации. В условиях кризиса, когда многие компании сокращают затраты на R&D, аналог российской аббревиатуры НОКР, этот вопрос особенно актуален, считает директор института Алексей Минин. Сокращая сейчас издержки в условиях кризиса на R&D, компании наступают на очень опасные грабли, потому что в дальнейшем, когда подойдет тот момент, когда те инновации, от которых вы сегодня отказались, подойдут к моменту коммерциализации, ваш пайплайн от уже запущенных проектов начнет тускнеть, продажи от них падают, а новые не приходят, компания обязательно начинает скатываться по S-curve, то есть по традиционной модели она просто начинает снижаться. Бизнес теряет свою привлекательность, нужно срочно где-то искать инновации. Интересным аспектом в этой дискуссии является тот факт, что вот именно открытые инновации, возможность привлечь инновации извне, будут в определенном смысле решением этой проблемы. Но интересным, опять же, фактом является то обстоятельство, что компании, те, которые сейчас занимаются тем, что режут издержки на R&D, пытаются как-то их оптимизировать, на самом деле это называется просто сократить, должны сейчас создавать некоторые фонды, начинать искать какие-то партнерства с теми компаниями, которые в перспективе обеспечат им ту нехватку R&D, на которой они сейчас сэкономили. И в этом смысле я считаю, что вот открытые инновации, это на самом деле именно правильно сейчас об этом говорить, потому что ровно лет через 5-6 мы почувствуем последствия того, что происходит сейчас, в том числе в России, и будет абсолютно уместно говорить о том, что, а где те партнеры. Алексей Минин уверен, что те компании, которые сейчас в условиях кризиса привлекут к совместной работе маленькие инновационные компании, доведут совместное детичье до момента коммерциализации, через 5-6 лет станут абсолютными лидерами в своей отрасли. А хорошим стимулом для них станут примеры известных западных компаний, перешедших в свое время к модели открытых инноваций. О таких проектах рассказал специальный гость саммита, профессор Хасов-Юниверсити, один из авторов концепции Open Innovation, Вин Ван Хавертеке. Самый лучший пример и самый лучший пример – Procter & Gamble. Но также есть другие компании, как Unilever, в той же индустрии. В Европе есть Philips, которые двигаются полностью близко к очень открытым компаниям. Но я могу дать много примеров, Семен, General Electric, General Mills. В последние годы открытая инновация, точнее поиск и совместная разработка инноваций с внешними партнерами привлекают все больше внимания. Для российских компаний это в большинстве своем ломко привычных форм управления. Но, как уверяют специалисты, преимущества, которые дает использование этой модели, покроют все неминуемые сложности.